Всем здравствуйте! С вами Актуально о коммунальном и в ближайшие 20 минут мы расскажем о таком. Кто будет обслуживать дома с 1 июля? Запорожские депутаты нашли, чем заменить основания. Мы должны выйти на рынок с какой-то пропозицией на сегодняшний день. А если мы не видим эту пропозицию, то тут будут люди из других мест. История одного недостроя или что делать, если в вашем дворе нежеланное сооружение? По этому нежилому помещению никаких документов на тот момент не было и на сегодняшний день в городском совете эти документы отсутствуют. Заводской район о настоящем и будущем беседуем с председателем райадминистрации. Я уверен, что к следующему июню месяцу мы здесь торжественно откроем уже благоустроенный, отремонтированный, красивый пляж. Меньше месяца осталось жильцам украинских многоэтажек до времени Че. С 1 июля ЖЭК и Прэжа больше не будут обслуживать дома, по крайней мере, если не трансформируются в управляющие компании и не выиграют конкурс. В Запорожье к знаковой дате уже готовятся, чиновники замыслили целый ряд перевоплощений в сфере местного ЖКХ. Как будут выполнять закон, направленный на демонополизацию ЖЭКов? Об этом в нашем сюжете. Закон Украины об осуществлении права собственности в многоквартирном доме предлагает жильцам два варианта обслуживания своего дома – ОСМД или управляющая компания. По второму пункту также есть выбор. На общем собрании люди сами выбирают управителя. Если это не сделано до 1 июля, управителя назначает городская власть, определив его на конкурсе. Что касается ОСМД, 2016 год рекордный для Запорожья по количеству создания общества владельцев. Всего в городе 245 ОСМД, причем половина из них зарегистрирована за последние 5 месяцев – 114 ОСМД. Но и из общего количества запорожских многоэтажек это меньше 10%. Остается более 3,5 тысяч домов, которые не определились. Их судьба теперь в руках местной власти. Там уже готовятся к конкурсу среди управителей. Четко, сгидночинного законодавства. То есть если мы не имеем права спрашивать, сколько у тебя денег лежит в кармане у управляющей компании, значит мы не можем у них об этом спрашивать. Но мы постараемся все те требования, которые нужны и нам тоже для последующего контроля этих управляющих компаний, потому что мы прекрасно понимаем, что работать будет кто-то, отвечать за это все будет мэр и исполком курсовета. Поэтому понятно, что мы лица заинтересованы в том, чтобы конкурсные требования были жесткими. Жесткие требования, по идее, должны быть выдвинуты и коммунальной управляющей компанией, которую создали на сессии гурсовета в мае. Как говорят чиновники, основное отличие нового КП от КП-основания в разделении функций исполнителя и заказчика, что должно привести к улучшению качества обслуживания. Тем не менее, этот вопрос вызвал достаточно бурные обсуждения на сессии. Давайте вспомним, как это было. Призываем вас, Владимир Викторович, призываем вас, депутаты и департамент, не трансформировать одного монстра КП-основания в другого монстра КП-Запорижья. Это не совсем соответствует духу 417-го закона, который направлен на демонополизацию рынка услуг в сфере жилищного хозяйства. Закон четко прописывает проведение конкурса, и КП Запорижья будет в нем участвовать, но может и проиграть. Это честный конкурс, поэтому мы не можем сказать, что мы монополизируем рынок. Больше прогрессивным кроком есть создание управляющих компаний на уровне города, через проведение тендеров на обслуживание жильевого фонда и усюнение органов местного самовредования от управления жильевым майном. Поэтому мы получаем от принятия этого решения. Монополизированные потоки финансовые, и, соответственно, никакого улучшения в сфере надания послуг жильевого-комунальных ожидать не будем. Я думаю, что фракция УКРОП также не будет голосовать за этот проект. Что мы с вами запропонуем, вы как депутаты, как мись глава, людям после 1-го лица? Что мы запропонуем? Мы с вами, я сейчас включу микрофон, мы с вами пропонуем, что миська влада, с всеми депутатами, поддерживает то, что мы должны выйти на рынок с какой-то пропозицией на сегодняшний день. А если мы не выйдем из этой пропозицией, то тут будут люди из других мест. Какое решение принято? Из 55 депутатов за 37 не голосовало за этот проект решения 3 фракции – Батькивщина, УКРОП и Самопомощь. Тем не менее, большинством коммунальная управляющая компания утверждена, правда, под другим названием «Наш город». То, что предлагалось изначально, смутило мэра своей аббревиатурой КПЗ. Тем не менее, суть от этого не меняется. На рынке появятся и коммунальные, и частные управители. Кому запорожцы доверяют больше? Об этом мы спросили у прохожих. Частные компании, больше ответственности, есть кого потребовать. Понимаете, эти коммунальные, если было КП основание, расформировали, потом несколько будет спросить. У нас уже отделился дом давно, кооперативный. Частные, потому что с частниками проще работать. Я все-таки присоединяюсь больше к коммунальным компаниям, понимаете. Частные, не знаю, не очень доверяют. Слишком много среди них аферистов. Деньги соберут и уйдут. Частникам. Потому что будет битва за рынок, скорее всего. Люди будут хотеть на этом заработать, и, скорее всего, будет что-то лучше, чем помощь от государства. Тогда же в мае на сайте мэрии опубликовали два важных для жильцов проекта решения для рассмотрения городсполкомом. Первое – о передаче имущества основания в КП «Наш город». И второе – о назначении исполнителями услуг, которые раньше выполнялись основанием, целого ряда коммунальных предприятий. Сейчас предлагаем вашему вниманию подготовленную департаментом ЖКХ графику, которая демонстрирует полномочия нового КП. Мы видим, возвращаются Прежа, управляющая компания будет заключать договоры с ними, а также с другими КП – Титан, Теплосети, Водоканал, служба 1580, Горсвет и с фирмами по обслуживанию лифтов. Что ж, время покажет, дала ли новая система позитивные результаты, а сейчас о других новостях в сфере ЖКХ. Концерн Гортеплосети, коммунальные предприятия «Водоканал» и Запорожское энергетическое агентство помогут вместе получить 86,5 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка. Как отмечено в проектах решений, вынесенных на сессию Горсовета в июне, средства необходимы для переоснащения котлов, строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, а также на комплексную термомодернизацию бюджетных зданий. Получить их три КП смогут, участвуя в программе развития муниципальной инфраструктуры Украины. Напомним, 3 февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским банком, согласно которому финучреждение предоставит нашей стране кредит в объеме 400 миллионов евро. Тогда же Минрегионстрой призвал органы местного самоуправления подавать свои проекты для участия в программе. На двух городских пляжах Запорожья, Центральном и Правобережном, открыт сезон. По данным руководства КП «Титан», обустроены медицинские пункты, спасательные посты, туалеты, обеспечена подача воды для питьевых фонтанчиков, ногомоек, установлен душ. Медпункты оснащены необходимыми медпрепаратами. В мае спасатели очистили дно от посторонних предметов, также были проведены лабораторные исследования и отобраны пробы воды в реке Днепр из питьевых фонтанчиков и пробы песка. Паспорта пляжей и реадминистрации получили еще в конце мая. В целом на городские пляжи в этом году выделено полмиллиона гривен. Также в КП «Титан» отметили, на сессию Гурсовета в июне вынесен проект решения по дальнейшему благоустройству, обновлению песка и зонированию пляжей. Жильцы запорожских ОСМД, частных домов и многоэтажек могут брать кредиты на энергосберегающие материалы с еще большей выгодой. Помимо действия государственной программы, которая компенсирует от 15 до 40% тела такого кредита и городской погашающей проценты, теперь появилась и областная. Она предполагает компенсацию суммы кредита от 10 до 20%. Такое решение приняли депутаты облсовета на пятой сессии в конце мая. Помимо этого, программа повышения уровня энергоэффективности, которая рассчитана до 2020 года, направлена на экономию энергоресурсов бюджетными учреждениями на 15% и увеличение доли альтернативных источников энергии в области на 5%. Общий объем финансирования программы 5 миллионов гривен на 2016 год – 1 миллион. Мы пришли в одну из многоэтажек на Песках. Сюда нас пригласили жильцы, чтобы продемонстрировать вот эту красоту. Давайте посмотрим. Здесь стекла, камни и другие приятные мелочи недостроенного чего-то. Буквально в 15 метрах отсюда детская площадка, еще ближе подъезд жилого дома. Несмотря на то, что этот недострой здесь уже много лет, жильцы свыкнуться с таким соседством не могут. Давайте разбираться. Здесь пристроечка внутри. Вот все стены, вот это все, это балконы, закрытые балконы. То есть стеной загородили полностью квартиры, балконы, две квартиры закрыты. Балконы закрыты этой стеной. Все. Здесь вы видите, что творится. Что тут? Мусорники вот. Покажите все. Ну, это еще красиво. А внутри, внизу подвале, тут бомжатник. Здесь их и трупы вытаскивали. Тут и пожары каждый год. Вот это вся красота. Я не знаю, вы немножко тут это, хоть чуть-чуть край сфотографируете немножечко. Вот сам ход туда. Ну, вы понимаете, все время здесь бомжи, все время здесь наркоманы. Здесь постоянные пожары. У меня четверо детей, я уже нет сил никаких с этим бороться. Вечером очень страшно выходить, потому что постоянно вот эти вот тут пожары. Без конца раньше вытаскивали то трупы всякие, то еще что-то вытаскивали. Ну, вы же понимаете, что это влияет все на экологию, на нашу. Вы хотите, чтобы ее снесли, правильно? Да. Желательно. Чтобы вообще не было, как возле Новокузнецкой 820, вот что, Зазовский дом, тоже такая была пристройка. И тоже ее вызвали репортеров и снесли ее вообще. Теперь там площадка, деревья цветут. Побежал по всем инстанциям. То есть прошел по всем инстанциям, начиная от ЖЭКа, Прежо, потом райисполком и Досина дошел. И вот это тут, пооставались все бумаги. Сразу эту пристройку говорили, что она, то есть все там МВД, там Киевская, это все этот самый. Ну вот все бумаги у меня есть, которые уже ответы. Только ответы приходили, что это уже и на город, уже все. Местная власть должна заниматься этим. Но никто ничего не хочет предпринимать. Вот это все ответы на запросы в различные инстанции. Еще в 2012 году департамент ЖКХ ссылается на райадминистрацию. Мол, это они должны решать, что делать с пристройкой. Также есть ответы от инспекции государственного архитектурно-строительного контроля. Они также говорят, что судьбой постройки занимаются органы местного самоуправления. Что ж, идем по порядку. Первый пункт нашего назначения – КП «Основание», которое обслуживает дом. Вход в подъезд, поможете? Вот это вход в подъезд? Да. Квартиры? Да, и все. Пристроек нет. И как будто там ничего и нет. Да, да. Это четвертый подъезд. На балансе КП «Основание» находится только дом четырехподъездный. Предположительно, это помещение недостроенное находится на балансе управления капитального строительства. Уже в завершении нашей беседы в кабинете раздался телефонный звонок. Как говорят в основании, УКС предоставил новую информацию. Ее озвучивают тут же. При общении с представителями УКСа горосполкома выяснилось, что 30 декабря 2013 года данный объект по улице Нагдиби-Д10, недостроенный магазин номер 48, был передан на баланс Запорожскому домостроительному комбинату. По документам, основания пристройки нет и в помине. Получается, здание призрак, с которым уже 10 лет не могут разобраться и сами чиновники. Что нам удалось выяснить? Пойдемте. В 2004 году по заказу внутренних войск Украины ЗДСК построил четырехподъездную девятиэтажку. Эта пристройка планировалась под магазин. В 2006 году весь дом был передан на баланс проезжей 11 впоследствии КП основания без пристройки. Что касается этого недостроя, история очень интересная. У городских служб по состоянию на 3.05.2016 года документов нет или они, по крайней мере, еще не найдены. Что касается ЗДСК, по их данным, с 2004 года по 2012 между ЗДСК и внутренними войсками велись переговоры по поводу принадлежности этой пристройки. Что делалось с 2012 по 2016 годы неизвестно, но в 2016 году, как нам сообщили в ЗДСК, ведутся поиски инвестора для того, чтобы в этой пристройке построить ЖЭК и передать его на обслуживание компании Житлосервис. Вот такая запутанная история, но нам частично удалось ее распутать. Жильцы сообщили, что пристройку начали облагораживать. Практически через две недели после нашей первой встречи с жильцами недострой выглядит так. Территорию огородили представители ДСК. К злополучному зданию приехали чиновники. Решают, кому оно все-таки принадлежит и что с этим делать. При передаче жилого фунта эта недобудова не передавалась. Согласно данных бюро БТИ, даже она не регистрировалась. У нас никаких данных по этому объекту нет. Ни наличия проектной документации. У нас в нашей базе данных это не отражает. Должен быть не просто вот так вот скромненько реконструкция, должен быть информационный щит. Не так, чтобы собирать целую компанию, ну целую комиссию, чтобы определить, чье же это. Тут информация отсутствует, у вас тоже. Абсолютно. Мы не балансодержатели никакой недвижимости. Значит, это и вопрос, кому от кого когда передавалась. А что ЖКХ не может сказать, передали им, не передали, у них числится на балансе. Или это числится... Жилой дом числится на балансе коммунального предприятия. А объект на завершенном будинстве числится на балансе ДСК. Интересует, как попало в ДСК это. По этому нежилому помещению никаких документов на тот момент не было. И на сегодняшний день в городском совете эти документы отсутствуют. По итогам комиссии надо надо ручить ДСК домостроительному комбинату, чтобы они предоставили информацию по этому помещению. А также нашему юридическому отделу горисполкома, чтобы проработать все юридические вопросы о дальнейшем эксплуатации или, может быть, сноса данного помещения. Прояснить ситуацию нам пообещали в ДСК. Предлагаем комментарий директора. Давайте так. Истории я не знаю, потому что я недавно работаю только директором. Поэтому мы навели там порядок, оградили территорию. И сейчас будем заниматься реконструкцией помещения поджиг. Скажите, а почему сейчас это сделано? Почему раньше это не было сделано пристройке уже более 10 лет? Не знаю. Не знаю, честно. Не могу на этот вопрос ответить. А когда на Гнебеде 10 начнется строительство и когда будет там ВАЖИК? Не знаю. Точно не знаю. Тут еще финансовое дело. Но я думаю, в ближайшее время мы там наведем порядок и будет там. Я понимаю, там какие-то проблемы с ликвидацией одного предприятия, передачи в другое? Не знаю, честно. Не знаю, не скажу. Вы напишите письмо нам официально. Мы вам все ответим грамотно. Поручим юристам, они ответят грамотно. Все. Вот такой ответ. Тема, конечно, не закрыта. Но, скажу откровенно, добиться и такого результата было сложно. Ключевыми игроками в данной ситуации, по словам самих чиновников, выступают УКС и ДСК. Наверное, только благодаря жесткому напору с нашей стороны, со стороны райадминистрации, пресс-службы, мэрии, удалось сдвинуть с мертвой точки проблему, которая не решалась более 10 лет. Отсюда вывод. Если в вашем доме или дворе создалась подобная ситуация, не отчаивайтесь. Мы попросили юриста обозначить главные шаги, которые могут предпринять жильцы в поисках решения. Смотрим. Прежде чем обсуждать вопрос сноса или не сноса, необходимо выяснить, на законных ли основаниях находится этот объект недвижимости. Является ли он вообще в принципе объектом недвижимости, зарегистрирован, узаконен и так далее. Как это, ну с чего начать? Ну, во-первых, это обращение в органы местной власти, местного самоуправления, начать с сарай администрации. Также это может быть департамент архитектуры и строительства, в который подаются письменные обязательно запросы от жильцов дома с просьбой указать какие-то разрешительные документации. Можно также обратиться в инспекцию по благоустройству городскую, которая обязана выйти на место, обследовать. Это либо сооружение временное, либо недостроенную, то есть вот этот объект интересующий, и дать свое заключение. Во-первых, существует ли разрешительная документация, является ли этот объект узаконенным, есть ли вообще в принципе на него какие-то документы. Если даже они существуют, то вопрос тогда соответствует ли этот объект санитарным нормам, противопожарным нормам безопасности, правильно ли он размещен. Если люди хотят, чтобы убрали недострой или маф, что им делать? Ну, опять-таки, если выяснится абсолютно незаконное строительство, то необходимо инициировать, в том числе, судебные иски о сносе. На сегодняшний день любой снос может быть произведен только по решению суда. Поэтому, естественно, решение суда необходимо получать. С таким иском могут обратиться как местные власти, то есть жильцы просто инициируют своими обращениями на имя городских властей вопрос о сносе, а местные власти, соответственно, идут в суд к конкретному предпринимателю, который установил это, либо пристройку начал строить, либо конкретному человеку, и уже получают решение о сносе, и через исполнительную службу производится этот демонтаж. Либо, особенно если это на территории ОСМД, жилищного кооператива, то есть, когда балансодержатель не городская власть, не КП основания, а конкретная организация жильцов, тогда они могут инициировать такой иск и сами, если это стоит на их придомовой территории. Мы продолжаем прогулки по Запорожью. Напомню, в прошлых программах нам рассказывали о планах по благоустройству Шевченковского, Коммунарского, Александровского и Вознесеновского районов. Сейчас приехали в Заводской. О том, чего ждать жителям, узнаем у председателя райадминистрации Андрея Баева. Андрей Иванович, давайте начнем с финансирования. Сколько в этом году выделено денег на благоустройство района? Предварительно в ноябре месяце было утверждено финансирование на благоустройство и вопросы по благоустройству района, инфраструктуры порядка 990 тысяч. На мой взгляд, и практика показала, что эта сумма была абсолютно недостаточной и, имея такое финансирование, можно было один раз навести порядок, а дальше стараться его поддерживать, потому что денег было недостаточно. Поработав с депутатскими комиссиями, в марте месяце на сессии были выделены дополнительные финансирования в районе 3,8 миллиона гривен, которая позволяет те работы, которые мы для себя видим в районе, выполнять качественно, поддерживать территорию. Дополнительно выделены деньги на уборку дорог, как в летний, так и зимний период, что позволит убирать не только основные магистральные дороги, но и дороги частного сектора, дороги, которые находятся в отдаленной части нашего района, в том числе и соблюдая периодичность уборки. Дополнительно выделено финансирование на ПОКОС. Если говорить конкретно по поводу ремонта дорог, какие в этом году улицы подпадают под ремонт дорог основные и, может быть, внутриквартальные дороги? На этот год 5,4 миллиона гривен выделено на ремонт дорог основных районных, и это где-то порядка 12-13 тысяч квадратных метров. Это и улица Диагональная, это и улица Демократическая, это и улица Гончара, и такая дорога, которая уже там 3-4 года у людей на устах, это дорога в сторону Селоча-Петпорожня. Вот, там запланировано порядка 5 тысяч квадратных метров. Что касается внутриквартальных дорог, на этот год выделено 1,7 миллиона гривен. Это порядка 7,5 тысяч квадратных метров ремонта. Для себя мы запланировали порядка 30 адресов. Единственное, что планирование было в феврале месяце, сейчас мы вот с 1 июня приступили к ремонту внутриквартальных дорог, увеличилась площадь ям во дворах, поэтому мы немножечко, так сказать, количество адресов откорректируем, чтобы зайдя во двор, мы работу выполняли полностью, чтобы люди потом не говорили, в одном месте двора сделали, в другом не сделали. Отсыпка дорог частного сектора. Это 12 улиц частного сектора. Значит, тоже изучив опыт других районов, мы для себя понимаем, как технологически мы все это будем выполнять. Это 1,4 миллиона гривен. И я так думаю, где-то числа с 15 июня мы и эту работу начнем, и будем в летний период ее выполнять. С учетом соблюдения и технологий, и, скажем так, тех вопросов, которые задают нам местные жители. Вот. Когда все ремонты дорог будут закончены? Ну, Владимир Викторович поставил задачу все закончить августом месяцем. В планах достаточно большое количество объектов, которые мы или готовим на следующий год, да, готовим проектную документацию для того, чтобы включить в бюджет 2017 года, или же, так сказать, выполняем работы. Одним из таких больших и, наверное, знаковых объектов я назову это зону отдыха по улице Шмидта в Заводском районе. На сегодняшний день эта зона отдыха, она минимально благоустроенная. Значит, последние два года райадминистрация занималась этими вопросами, поэтому здесь установлены лавочки, навесы, баскетбольный щит. В этом году мы сюда завезли 300 тонн песка, навели порядок на территории. Вот. Но райадминистрации в планах сделать здесь полноценный пляж, который будет с огражденной территорией, со спасательной станцией, с асфальтированными дорожками. Он будет зонированный, то есть будет пляжная зона и зеленая зона. Значит, мы провели предпроектную подготовку. На эти цели нам необходимо приблизительно 3,9 миллиона гривен. Значит, на сегодняшний день вопрос выделения финансирования, он, так сказать, решен, ну, наверное, процентов на 80. То есть мы ждем ближайшую сессию, на которую этот вопрос будет выноситься. То есть уже в следующем сезоне летнем смогут тут купаться на новом пляже, правильно я понимаю? Да, мы поставили для себя такую цель и задачу, и Владимир Викторович нас поддержал, поэтому я уверен, что к следующему июню месяцу мы здесь торжественно откроем уже благоустроенный, отремонтированный, красивый пляж. Сейчас подошли к пешеходному переходу через балку Маркусова, который соединяет две части Заводского района. Этот вопрос был на слуху у жителей достаточно длительное время, и он не решался. В прошлом году реконструкция этого перехода началась. У меня фотографии – это вид этого перехода буквально в начале прошлого года. То есть он представлял собой полуразрушенные лестницы, замусоренная территория, мост, через который переходили люди, тоже имел аварийное состояние. На сегодняшний день это асфальтированные дорожки, которые обрамлены бордюром, отремонтированные металлоконструкции самого мостика переходного, ну и выкашенная растительность, вырезанные деревья. Осталось совсем немного, где-то процентов 15 от общего объема работы. Как раз в осенний период можно будет высадить сюда дополнительно кусты. Ну и все, и мы тогда перерезаем ленточку и показываем жителям законченный объект. Сейчас мы находимся на пересечении основных улиц Заводского района. У меня за спиной трамвайный переезд. И если ямочный ремонт улиц мы уже выполняем на сегодняшний день, то к переезду, к его ремонту мы только подходим. В этом году на ремонт двух переездов капитальный – это здесь и улица Глазунова – запланировано практически 2 миллиона гривен. И наша задача сделать эти переезды и вот эту площадь, которая непосредственно рядышком с этими переездами, абсолютно проездными. В вашем районе только два таких проблемных переезда? Или какие-то объекты на следующий год будут? Мы провели анализ. У нас в районе 27 трамвайных переездов. И большинство из них требует ремонта. На сегодняшний день мы нашим профильным заместителям эту информацию подали, подали свои предложения. Я думаю, что в ближайшее время будет разработана программа ремонта переезда, не только в Заводском районе, но и по всему городу. И мы по этой программе будем двигаться. Я считаю, что все вопросы – это ремонт дорог и ремонт переездов – надо делать комплексно, для того, чтобы не было негативной реакции от жителей города, о том, что там дорогу сделали, не сделали переезд. Или наоборот – сделали переезд, не сделали дорогу. То есть вот такая вот цель, вот такая вот задача, которую мы будем двигаться и выполнять. Спасибо большое за беседу, удачи в воплощении ваших планов. И вам спасибо. Будем работать. На этом все. Наша программа уходит на каникулы. Новое актуальное о коммунальном вы увидите в сентябре. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и, конечно, хорошей погоды в доме. Новое актуальное о коммунальном вы увидите в сентябре.